Друзья, настал момент для главного события сегодняшнего вечера, который вы все так долго ждали. Жемчужина сегодняшнего вечера. Противостояние полусредней весовой категории. Прямо сейчас Ахмад Алина. Толстой Юр. Дайте жару за! Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 29 лет, рост 177 сантиметр, вес 77,3 килограмма. Его профессиональный рекорд, 4 победы и только одно поражение. Его стиль ММА из города Ставрополь, Россия. Шамиль Амайер! А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 26 лет, рост 183 сантиметра, вес 77,5 килограмма. Его профессиональный рекорд, 9 побед, 2 поражения. Его стиль ММА из города Грозный, Чеченская республика. Зелимхан Амирав! Рефри в октагоне Ашот Ашугян. Зелимхан Амирав, Шамиль Амайер. Решающий поединок сегодняшнего вечера. Легендарный рефри Ашот Ашугян. И вот молодой и крайне перспективный ринканонсер Магомед Султыгов. Вот какой голос, какой голос. Вот прям находка, конечно, если Янг Иглз. Шаляпин, Шаляпин наших дней. Ну и все готово. Все готово. Главный бой замечательного турнира. Главной селекционной лиги мира. И сей Янг Иглз. Турнир под номером 34. Разведочный хайкик. Да, оказывается, такое бывает. Достаточно легко двигается Зелим Амиров. Ну и пока такие, как бы, накидывает удары. Никакий удар пока не накидывает Шамиль Амаев. Выжидает момента, когда сможет сблизиться и нанести удар акцентированный. Ну вот, собственно, как раз такой эпизод состоялся. Шикарный. Хороший удар с ударов. Вот это, да. Шикарный у Широмаваш в исполнении Зелима Амирова. Как-то так крепко настроен, видимо, на удары ногами и вообще на дальнюю дистанцию. Удары жесткие, хлесткие. Периодически попадают действительно хорошо. Амаев постоянно пытается поддавливать, но режет углы. Соперник его, Зелим Ханамиров. Да, такое ощущение, что Шамиль Амаев пока как-то под этим обстрелом себя достаточно комфортно чувствует. И имеет возможность не сильно обращать внимание на эти удары. Сейчас как-то мощные удары и пошел сам вперед. Попытка перевода от Амаева. Неудачно. Защищался Амиров. Еще один фронткик. Мы видели сегодня очень красивый поединок, который завершился. Именно попаданием вот таким фронткиком в солнечное сплетение. Вообще много ударов сейчас по корпусу нанес Амиров. И тут еще хайкик добавил. Пошел переводить соперника. Ну да, сейчас находится в довольно выгодном положении. Скорее сзади. Есть. Ох, ох, ой. Тейкдаун. А вот сейчас уже да. Ну вот там конкретно, да, окончательную фиксацию мы не наблюдаем. Хотя вот удушающий прием. Ну, не совсем сзади находится, конечно. И больше давления идет на челюсть. Есть обычно... Неприятная крайняя штука. Неприятная, но если захват не сверхмощный, его, в принципе, и легко снять. Потому что руку может просто чуть вверх потянуть. Да, и там, конечно, очень много нюансов. Положение спины до положения большого пальца, куда он должен смотреть в этот момент. А вот что сейчас... Попытка перевода, да. Куда в контратаку пошел Амаев. Колено. Ответное колено. Напомню, что представитель Ставрополя Шамиль Амаев от синих перчаток. О, жесткое колено в голову. Еще одна добавляет Амиров. Да, и... Не столь акцентированный этот удар получается. Зелим Амиров, соответственно, в красном углу. Красных перчаток. Хорошие попадания сейчас были у обоих. Ну, очень тяжело начал дышать Шамиль Амаев. Вот эти вот удары по корпусу, они, конечно же, дают о себе знать. Да, ну и вообще, вы знаете, начал разгоражаться так поединок. Да, это все чувствует Зелим Амиров. Он добавляет то локоть, то колено, то по корпусу, то по голове. Еще одно колено в голове. Еще одно. Да, заряжался так на этот правый боковой. Намного больше насыпает ударов Зелим Амиров. Но по-прежнему верит в свой акцентированный удар Шамиль Амаев. Ну и, возможно, также борьба действительно может стать для него удачным вариантом. Ну, не получается затащить именно в такую плотную борьбу. И еще один удар. Пока все на дистанции. Ну, на дистанции, если иметь в виду борцовскую часть. Конечно, с ударной точки зрения это вполне себе клинч. Просто клинч тайский. Ну, сколько же ударов здесь нахватался Шамиль Амаев. А вот здесь ты так и подхватил очередное колено. Есть такое ощущение, что он прям ждал специально этого колена. И не исключено, что так и есть. Ну, очень долго он его ждал. Да. И, вернее, планировал очень долго, потому что он, ну, и штук 10 он их принял по корпусу. И есть уже первое рассечение. Ну, понятно, там столько колен и шеи в голову было. Снизу еще дополнительно атакует Зелим Амиров. Ну, да, кровь практически должна была пойти. Ух ты! Действительно много крови. И сейчас не очень понятно, почему. Будем надеяться, что не травмирован нос. То есть там нет какого-то перелома. Ну, как минимум разбить. Ну, разбить, да. Но одно дело, что сосуды лопнули. А другое дело, что есть перелом крюча или, там, не дай бог, кости. Давайте смотреть лучшие моменты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж. Поздравим друг друга, Адам. По-моему, мы сегодня побили наш рекорд. Нахождение в эфире. Мы уже... 9,5 часов. Ну, ладно, 15 минут вычитаем, которые были у нас. И все равно 9,5 часов. По ощущениям еще больше. Но, тем не менее, все равно приятно смотреть на турнир. Есть о чем поговорить даже здесь, сейчас, в конце, на этом 27-м поединке. И опять, посмотрите, как хлестко по корпусу работает Зелимхан Амира. И да, и при том, что не вкладывается в удары за счет этой хлесткости, все равно они достаточно неприятными оказываются. Еще лоу-кик. И по этажам он постоянно атакует Амиров. В незавидном положении. На самом деле, находит сейчас Амаев. Потому что он один за другим понахлотал ударов. А вот здесь... Это уже интересно, потому что в прошлый раз получилось в самом конце это сделать. Ну, вот сейчас очень интересный выход на удушающий прием пытается сделать Амиров. Не получилось, но тем не менее. Ну, вот снизу атакует, бьет и бьет. А сейчас вот сверху получилось оказаться у Шамиля Амаева практически в начале раунда. И поэтому картина может совсем другой оказаться. Очень сильная идет кровь у спортсмена. Что ты мне подскажешь, что все-таки перелом носа? Очень много ударов попустился. Ой-ой-ой, да. Что мне? Действительно, перелом носа. К сожалению, я думаю, что надо останавливать эту схватку. Тут спортсмен как бы не виноват в том, что он готов продолжать бой, очевидно. Но нельзя с такими травмами продолжать бой. Нельзя, говорю. Ну, перелом носа, это видно даже по картинке. Ну, сначала это стало понятно по обильному кровотечению. Потому что так много крови бывает только при переломе. Литвин фактически выбрасывает там облако такое небольшое, когда сморкается. Да, но поединок был шикарный. Понятно, что больше доминировал, очевидно, доминировал Залимхан Амиров. Ну, вот сбрасывает стресс уже, да, Шамиль Амаев. Все закончилось. Закончилось для него. Точнее, Залим Амиров закончилось для него это победой. Ну, здесь, несмотря на то, что вот конец этого раунда доминирующей позиции был Шамиль Амаев, все-таки тут без разговоров победа именно Залима Амирова, которого мы поздравляем. Дождемся, правда, официального объявления результата. Уважаемые гости, ввиду снятия в рычаг бойца из синего угла в данном противостоянии победу одержал Залимхан Амирова. Здоровья, здоровья еще раз, здоровья Шамилю Амаеву. Возвращение на победу в Зю. Очень хороший боец. Спасибо.